всем привет снова бой снова противник будет играть пехотой пошел я союзником который редко играет 2 на 2 примерно не понимает что делать но я знаю что процент побед у него средний если не ошибаюсь около 60 около 70 вот и мой союзник собирает делать тяжелую технику но я понимаю что скорее всего дадут нам слабых игроков и хочу показать продемонстрировать своему союзнику что тяжелая техника ему не понадобится делаем кают чтобы отобрать у моего союзника контейнер так делать не стоит но я знаю что мне ресурсы нужнее плюс у союзника есть море кстати на этой карте нужно обязательно брать море это одна из причин почему строй двор должен быть улучшен на три палочки скажем так чтобы у вас была возможность построить море плюс нужно немного улучшить штаб обзор чтобы вы знали где примерно находится море в принципе если вы хорошо знаете карты то вы и так будете знать какая перед вами карта где есть море где его нет карты 2 на 2 я знаю очень хорошо а вот карты один на один не очень поэтому если я играю один на один на принципе никогда не играю один на один стараюсь играть в паре то могу прошляпить море а море лучше брать когда у вас есть одна цс вы строите одну цвет сразу вы узнаете штаб и у вас будет флот ну то есть к ман или же дельта примерно на 2 30 может на третьей минуте может раньше если вы например ну прям сразу лучше штаб там используйте бусты вот машине говорит мол не та карта чтобы брать ящики все-таки там три ящика есть и взять стоит как обычно используем свою нуба тактику два завода мне 4 цс неплохо вот я говорю своему среднику что на море три бесплатных ящика то есть но хуже от них не будет то есть кайман верфь она окупит себя но в том случае если вы конечно возьмете два ящика не один в любом случае даже если вы возьмете даже если вам эти ящики не нужны и они отдалят немного ваше нападение в любом случае вы просто не отдадите эти ящики вашему противнику а конфидератом ресурсам нужнее то есть конфидерат с ресурсами конфидерат с потенциально прокачанным заводом или аэродромом я противников не разведываю не люблю это дело в принципе так все понятно если против меня играет противник который выходит вертекс то но скорее всего у него там будет на базе 4 бункера вот мой союзник говорит что будет делать снайпера и броники принципе неплохая карта для снайпера проход узкий на севере карте не удобно защищаться но однако и нападать вот и тоже не очень удобно я конечно не буду делать с точнее не буду делать снайпера не это не интересно и вот что мы видим падая во время принципе я всегда стараюсь нападать на 4 30 4 минуты 30 секундах это как раз и броника и видим что противника большое количество стрелков нам обязательно нужно уничтожить бункер и просто отступить и вот здесь что у нас будет у нас будет карусель если у вас слабо прокачано цс то иногда бывает вам не хватает на пехоту поэтому вы используете пехоту ну точнее я вам советую использовать стрелков которые вы произвели при разведке карты то есть у вас 6 8 пехотинцев и вы выходите в броники вы не строите вообще стрелков а противник приходу делает вы нападаете если у вас не получается вы отступаете и снова нападаете но уже с 5 брониками семью девятю и так далее и на ходу вы будете уничтожать пехоту врага но это не очень удобно на этой карте потому что проход узкий и что делаем в этой ситуации я накопил небольшое количество броников я не пытаюсь пробить противника это одна из тех редких ситуаций когда я не пытаюсь пробить противника понимаю что это просто потеря времени все что мне надо это чуть-чуть разрядить армию противника чуть-чуть накопить пехоту и попытаться пройти в глубь его базы тем не менее продолжают делать пехоту мы видим что противник делает бункер и тут я понимаю что но бороться с ним уже бессмысленно поэтому копим крепкий кулак для удара немного пехоты вот противник делает большое количество бункеров вот я уже накопил критичное количество критичную массу броников продолжая делать пехоту у меня здесь 7 броников вот передвигая их к краю карты не хочется мне управлять пехотой даже если я потеряю пехоту на бункере ну ничего страшного главное просто заехать вперед брониками потихоньку разряжается вот продвигаемся чуть вперед я решил всю армию продвинуть вперед подальше от бункера потому что гренадеры противников все равно пойдут за нами а там останутся небольшое количество наших стрелков вот проходим вглубь базы часто бывало что у меня была подобная ситуация так называемая падавая ситуация когда вы тратите ресурсы в никуда а противник тем временем копит силы защищается вот еще одна фишка надо ее запомнить новичкам возможно не знают когда вы указываете допустим техники атаковать здание а после этого указывайте на это знание после этого указывайте движение то движущаяся техника будет бить именно по этому зданию то есть вы будете ехать но при этом допустим ваши броники будут бить исключительно по этому зданию они по армии или по другому зданию что же здесь осталось добить противника союзник мой решил делать снайпера и я сразу решил что так делать не буду просим союзника уничтожить базу синего но это уже совсем наглость вот и мы отыграли на четырех цс у нас было ровно столько ресурсов чтобы нам хватило на армию не пытались выйти ягуар потому что 600 700 ресурсов в минуту нам не хватит максимум что мы можем сделать на этом 12 ранге примерно может быть 800 ресурсов в минуту однако нужна хорошая прокачка а у меня в принципе ну средняя прокачка и как обычно остается только добить базу противника это в принципе показательный бой того что ну сделайте вы снайпера на этой карте а противник сделать большое количество бункеров и ваши снайпера будет ну очень долго их пробивать убегая и от двух молотов непонятно зачем видимо это привычка не биться в лоб сильным противником но дело мы свое сделали мы уничтожили электростанцию чтобы нас и союзник долго время не терял времени не думал идти ему вперед или не идти вот видим что союзник тоже мешает своим собственным броникам идти в атаку если у вас большое количество пехоты то надо постараться отправить ее в леса в любом случае ваша техника не пройдет через лес и ход и не будет мешать вашей технике продвинуться вперед спасибо за внимание и встретимся в следующем бою и 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